Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на наш канал Юлька Лайф. И в данный момент я провезла Эмилечку на тренировку и сижу сейчас в машине, заняться вообще нечем. У меня такая мысля пришла, знаете, о чем хочу с вами поговорить? Вот насколько легко либо тяжело быть русским в Финляндии, именно в плане того, что в плане общения не с финнами, а в плане общения с русскими. Легко ли быть, например, русским из Эстонии в Финляндии? Даже вот так вот. Потому что я помню еще в начале 2000-х годов у меня жила подружка в Эспу. Она, в общем, сюда переехала. Она всегда, вот когда мы с ней общались по телефону, она мне звонила. Она говорила, что Юлька, здесь просто караул. То есть русское общество есть, но оно настолько закрыто, оно к себе никого не принимает. То есть они вот своей общиной как-то общаются и все. Язык учила и работала потом, но все равно это было все не то. То есть подруг у нее здесь не было, общения не было никакого. Очень стрессовала она по этому поводу. Всегда говорила, что давай приезжай ко мне хоть на какое-то время, потому что невыносимо было. Немножко было трудновато сюда как бы приехать. И как-то меня одно и стрёмно было, и как-то не останавливало меня все это. И, в общем, она здесь, можно сказать, промучилась 6 лет и вернулась все-таки обратно в Эстонию. Счастливо живет, сюда особо назад не торопится, в общем. Я здесь живу пока что 4 года, да, и вот если вы смотрели мои предыдущие видео, первые 3 года был вообще караул. То есть я никогда, я думала, что я никогда здесь не приживусь. Настолько все это тяжело было, настолько все это все чужое, люди не такие. Но, и тем не менее, я чувствовала здесь себя довольно свободно. Как бы я не чувствовала здесь, что я какой-то переселенец там, и все двери мне закрыты. Как бы такого я как раз не чувствовала. Вернемся к тому, что на Коле быть русским из Эстонии. Люди все разные, никого судить я не собираюсь, я просто буду говорить факты. И была такая проблема у меня вот где-то после года, после сюда переезда, еще не были соцсети так активно. У меня возник вопрос, я купила себе штаны, мне надо было их подшить или ушить, как вот правильно, я не знаю. И группа притом называлась «Русские Финляндии», и потом написано было «Латиницей», «Русские Финляндии». Подразумевала под собой, что ты можешь также написать вопрос не русскими буквами, а латиницей. То есть сейчас я все больше стараюсь печатать русскими буквами, общаться с людьми на русском языке. А на тот момент, когда я приехала, я печатала только латиницей. То есть мы общались между Виталием, со всеми подругами, то есть мы все между собой пишем латиницей. Ну, некоторые пишут русскими буквами, но большинство все-таки латиницей пишет. Не обязательно мысли, написала, спросила совета, что помогите, где вообще можно ушить штаны в Финляндии, где это вообще делается, если тут какие-то мастерские пошивочные, либо, может быть, какая-то есть швея на дому, которая мне подошьет. Это был мой первый и последний раз, когда я спрашивала совета в соцсетях. Это я никогда до этого не спрашивала, и тот меня, так сказать, черт дернул. Мне потом еще Виталия говорит, ну ты нашла, куда вообще написать, спросить. Я говорю, ну а я не знаю, у кого мне еще спросить. У меня на тот момент вообще не знакомств, ничего не было, как бы мне не у кого было спросить. Мне начали приходить такие письма, чтобы она ехала тут, и швею им подавай, и сами нифига не умеют, не может себе подшить штаны, значит, и прислугу им подавай, в общем, и все тут это наготовенькое. Вот такое вот, в таком плане, научись по-русски писать, почему ты пишешь с таким текстом, как бы. И начались оскорбления на меня сыпаться, единственный, один адекватный был мужчина из Эстонии, Сталин, он сказал, что у меня жена швея, как бы, я могу взять твои штаны, она у тебя у каротина нужной длины, я тебе их обратно привезу. И это единственный был мужчина вот из Эстонии именно, который мне адекватно ответил. Потом со мной связалась швея, которая ушивает на дому, я так понимаю, и она мне в личные сообщения написала, я у нее спросила цену, на что она мне сказала, а что ты, какую цену ты мне можешь предложить, я сказала, что, ну, 25 евро я могу тебе предложить. На что она мне сказала, за 25 евро сама ушивая, я говорю, ну, ладно, сама, так сама. И в итоге я нашла фирму Соль, которая находится в Этакескусе. Мы так с Виталией уже подумали, что где-то я видела, что одежда там и все такое, почему ты на мне не хочешь фокусироваться, на лице именно моем, а? Я пошла туда, а мне надо было не просто вот их ушить, мне надо было еще руками их подшить очень аккуратно по краю, чтобы был такой подворот очень хороший, красивый. В общем, штаны портить не хотелось просто самой. И мне там их ушили за, не соврать, 27 евро, где-то в порядке 2-3 дней, плюс вот все это красиво все, мне это вернули с вешалочкой, все в пакетике, и как бы позвонили, сказали, что готова, приходите. Я осталась очень довольна, то есть человек на дому за 25 евро сама делая, а мне на фирме сделали с гарантией за 27, ну вот я не понимаю вот этого, это, ну не знаю я. А сколько она хотела? 50? Мне штаны дешевле стоили, смысл. Ну и ладно, вот это не суть, это разговор о том, что сколько на меня вылилось помоев в тот момент, когда я написала. Я даже, кстати, пожаловалась на это, но моя жалоба не была удовлетворена. Типа, ну, модераторы не заметили никакого какого-то ко мне отношения, то, что меня там оскорбляли в сети прилюдно, то есть это нормально все считается, видимо, в группах в этих. Ну да ладно, это как бы хороший был опыт, теперь я за советами туда точно не сунусь, ни за какими. Мне есть теперь у кого спросить советы, да я и сама уже много чего знаю, я сама могу и посоветовать, если надо, в общем так. Ну и еще я могу сказать, что почему-то вот нас, русских из Эстонии, русские, которые вот из России, они очень не любят. Я не знаю за что, видимо, они считают, что нам сюда легче приехать, что у нас у большинства еврогражданство имеется. Да, возможно, это так, нам сюда легче приехать, но мы не, опять же, мы не можем приехать сюда, вот просто так приехал, ты остался здесь жить. То есть никто здесь нас просто так не оставит, это надо иметь работу, либо учебу, то есть ты должен чем-то быть занят. Нет, и если вы смотрели наше видео о переезде, как вот приятно познакомиться, что Виталия здесь уже 8 лет, вот в апреле, в апреле, в апреле будет 8, по-моему, лет, как он здесь. И мы переехали с семьей только 4 года назад, 4,5 года назад. То есть не все так просто, так что хоба, он здесь работает, и мы тут сразу хоба, и все, и с чемоданами тут же приехали. Нет, здесь есть свои критерии, по которым вот тебе разрешат вот это вот соединение с семьей. Не все так просто, как кажется. И меня всегда на курсах подкалывали, что ну ты же из Эстонии, ну я говорю, а вы вообще знаете что-нибудь про Эстонию, почему вы все, вот с чего вот это вы взяли, вы это где-то видели, вы где-то это с этим сталкивались. У вас есть какой-то личный опыт, нет опыта, нету, не сталкивались как бы, вы эстонцы в принципе нормальные люди. Я говорю, а почему вы тогда вот так вот говорите? И меня все время подкалывали, всю мою учебу, вот весь мой год, меня все время этим подкалывали. К этому нормально отношусь, я посмеюсь, знаете, и как бы думайте, что хотите, мне все равно. Я на это не обижаюсь, потому что люди многого как бы не знают. Помню, был случай в Келла, мы пошли с Виталией, и была работница русскоязычная, и она 10 минут где-то упражнялась на Виталия, в знаниях его финского языка, и когда она перешла ко мне и поняла, что я вообще не бум-бум, она перешла на русский, и вот это зачем надо было? Это показать, что ты знаешь финский, ну молодец, ты и так работаешь, мы поняли, что ты уже знаешь финский. Зачем вот это вот высокомерие такое показать, что ты пуп земли или что? Ну вот это сплошь и рядом здесь, и это могу сказать вам не только я, русская из Эстонии, это могут вам сказать тоже русские, которые из России, в принципе, такое же. Сейчас у меня круг общения такой, который близок к мне, я очень им довольна, все мои подружки, знакомые, с которыми я общаюсь, я им очень благодарна, что они у меня есть, и я не чувствую себя какой-то теперь одинокой, у меня всегда есть с кем пообщаться, кому позвонить, с кем поболтать, с кем встретиться, в принципе, чему я тоже не сказано рада. И, ну, пришло какое-то время, конечно, когда у меня начался складываться определенный круг общения, и меня он полностью устраивает, как бы все очень хорошие люди, и я всеми очень довольна и дорожу, и очень благодарна, что они у меня есть. Сегодня как раз утром я обедала, завтракала и ковырялась в Фейсбуке, что-то я такое там смотрела, а, мужчина спрашивал, где я могу подтвердить медицинский диплом, и он написал не медицинский, а медицинский. И первый ему бросил ссылку на Опенто-Халленту, где можно вот эту информацию взять. Все остальные начали указывать ему на его ошибку. Ты сначала русский выучи, а потом уже подтверждай диплом. С таким языком русским еще и как бы здесь работать, и все вот в том же духе. Ну, почему вот люди такие злые? Я, например, вообще не обращаю внимания на ошибки. Финны, кстати, тоже не обращают внимания вообще на ошибки. Ни разу мне никто не указал на мою ошибку вот из финнов. Я им всегда сама говорю, вы меня поправляете, вы мои ошибки исправляете. Если мне неправильно написано, буквы не хватает, или наоборот, перебор, вы мне всегда говорите, они да-да-да, как бы только по моей просьбе. Они меня спрашивают еще, вот сейчас вот я на практике, и она меня спросила, что, а ты не обидишься, если я тебе буду исправлять твои ошибки, и говорить, где, какие ошибки. Мне-то, кучу, что он не фокусируется на меня, нет? Фокусируешься-то на меня. То можно мы тебе об этом скажем? Ты не обидишься? То есть они все настолько тактично к этому подходят. Продолжим, в общем. На чем мы с вами тут остановились? Как бы так его поставить-то? Ах, некуда ей поставить-то. Взяла Виталина машину, у него она экономней. Мне что-то жаба давит на Кашкай кататься. Когда я пошла на первую практику, и у меня была моя ох-я, и она сказала, что для меня предел мечтаний для русских вот здесь, работа где-нибудь в доме престарелых. Другой опыт показывает, я была на практике в Тервис Асима, и тоже у меня была русская, и ох-я, и она говорит, что все возможно. Это все только от тебя, от человека зависит. Опять же, когда я пошла сдавать Юйки-тест, мне все говорили, ты что, больная? Ну, сдала же. Пошла, и ничего, и не убили меня, не умерла я. Опять же, я когда пошла на подготовительных курсах, вот я была, и после этого я пошла во воин учиться, мне учила на подготовительных курсах. Она мне говорила, тебе еще рано, тебя не возьмут, ты не сможешь. Взяли, и смогла, и поступила после этого, понимаете? И я стараюсь никого не слушать. Вот когда мне говорят, ты не сможешь, я понимаю, что я смогу. Да, мне тяжело, да, я не знаю финского так хорошо, да, мне иногда хочется от обиды просто плакать, потому что я все понимаю, но я не могу сказать, как финт. Вы знаете, насколько это обидно бывает иногда, что они мне говорят, вот в пятницу приходила, моя учила на практику, я три недели уже на практике была, да, я понимаю, что я все могу, у меня все получается. Я сейчас в таком отделении, где мы ставим капельницы, я сама ставлю капельницы, я меняю растворы, у меня нету страха никакого. То есть до этого я не ставила, в школе два раза я пробовала, и здесь я начала ставить, но все опирается опять же в язык. Надо очень много общаться с этим, с пациентом, да, я общаюсь по мере возможности, я стараюсь. Они говорят, ты можешь, у тебя нормальный финский, тебе надо только быть немножко посмелее. Но они говорят, мы, конечно, понимаем, мы здесь уже всех пациентов знаем, ты их не знаешь, они тебя не знают. Может быть, поэтому ты немножко как бы, немножко я стесняюсь. Я вообще по жизни, вот кто меня знал по школе, какая я сейчас и какая я была в 20 лет, это просто небо и земля, это серьезно, друзья. И могу сказать, что Финляндия меня тоже очень изменила, я стала более такой, может быть, пробивной или что-то. Я, если какая-то проблема, я всегда ее решу. Во всяком случае, я стараюсь ее решить. И многие учителя уже знают, что я просто не отстану. Я буду добиваться того, чего мне надо. Я достану всех, вплоть до ректора пойду. То есть я думаю, что метрополия вздохнула, когда я ушла оттуда, потому что я доставала там всех просто. Если мне надо решить какую-то проблему или мне надо пересдать какой-то экзамен, я не успокоюсь, пока я этого не добьюсь. Как бы я этого добивалась. Ну, конечно, у меня есть еще Виталия, который всегда даст мне волшебный пендель под зад, если я начинаю хандрить. Вот последний мой хандреж был. Он видит, в каком я сейчас состоянии. Просто после того, как... Ну, последний год практически у меня учеба. Я понимаю, что я перебираю баллы. По новому закону перебирать баллы нельзя. У меня их слишком много. Мне надо... Но, опять же, мне надо именно предметы, которые обязательно пройти, мне их надо пройти. Но с практикой у меня получается слишком много. То есть мне надо что-то убирать из... Ну, там такой каламбур. Мне надо срезаться с училой. Когда это все сделать? Времени не хватает. В практике надо, чтобы часы были все зачтены. В общем, кошмар полный. Плюс меня еще, да, сняли с удовольствия скела полного. То есть я ничего не получаю. Нам сейчас будет довольно-таки тяжело, потому что Виталий один работает. И тянуть всю нашу семью. Плюс мы сейчас хотим поменять квартиру на более большую. В общем, такие перемены у нас все ждут. И вот вчера мне, Виталий, видя мое состояние, он себе спрашивает, что с тобой такое? Что с тобой такое? Но он видит, что я такая вся понура, поникшая постоянно хожу. Что мне тяжело, я переживаю из-за практики, из-за дипломной, из-за учебы. В общем, из-за всего этого. Из-за школы детей. Что как и Милечка одна ходит в школу. Постоянно надо быть в курсе их школьных событий. Потому что я иногда забываю даже в Вилму посмотреть, что и там надо. Как бы вот Сандр пошел в четверг, у них была физра. Там было написано, что взять с собой полотенце, что они помоются после физры. А я не прочитала. И он говорит, а мы сегодня мылись? Я говорю, и как? Он говорит, а я так, говорит, там мокрое тело прямо и оделась. Ну вот, не успеваю я все, что я хочу успеть. И да, он мне вчера сделал такой подарочек. Мы как раз благодарили подписчиков, что вас уже тысяча у нас. И я упилила, что мне нужна кастрюля. Купи ты мне уже кастрюлю. И вот он мне купил кастрюлю. И это, конечно, было так неожиданно. Я думала, что за крышка такая в кастрюле? Большая, слишком как-то большая. Думаю, ну ладно, может быть какая-то специфическая крышка. Может там какая-то с термодатчиком или еще что-нибудь. А оказалось, что это телефон. В общем, он мне подарил телефон, чтобы я не очень расстраивалась. Немножко отвлекает меня от этих грустных мыслей, поддерживая подарочками. Неожиданно, очень неожиданно, втихаря, как всегда. Спасибо ему за это большое. В общем, да. И продолжая тему, что у русских очень занижена самооценка, это на самом деле так. И это очень грустно. И я все-таки стараюсь общаться с такими людьми, у которых, вот знаете, потому что общаясь с теми, у кого заниженная самооценка, сам становишься таким. То есть ты тоже, да, я не смогу, да куда мне, да там только финнов берут, и нам путь закрыт. Нифига не закрыт. Все зависит от человека. Посмотрите, сколько русских тут работает на руководящих должностях, в принципе, и на хороших должностях, и социальными работниками работают, и в кела работают, и в больницах, и врачами работают. И все возможно. Все зависит от человека. Если вы этого хотите, вы этого добьетесь. Просто не надо, как бы, останавливаться, надо идти вперед просто. И вот так вот. Разве я когда-то лет пять назад могла подумать, что я окажусь вообще в Финляндии и буду учиться здесь на медсестру? Да я бы сказала, да вы что, ребята, какая медсестра? У меня никогда в жизни я здесь не поступлю. И я еще когда вот год здесь отжила, у меня еще были такие сомнения, что не, навряд ли я поступлю. Может быть, я начну с Ляхи Хоэта. И даже я пробовала туда поступать. Я не поступила. И, наверное, это и хорошо, что я не поступила. И мне, мы тогда с Виталией еще подумали, Виталий говорит, нафига тебе это Ляхи Хоэта? Два года просто коту под хвост, если можно попытаться через А-воин поступить на медсестру, как бы не теряя времени, что впоследствии я и сделала, как бы вот так вот. Да, и в принципе, финны они такие, они всегда меня поддерживали, все учителя, они говорили, конечно, у тебя все получится, у тебя оценки хорошие, как бы пофиг, что у тебя финский вот такой вот. Главное, что ты все понимаешь, что если я говорю, что у меня проблема только в том, что я могу не понять задание, как-нибудь не так, могу сказать как-то не так, но в принципе само понимание предмета у меня хорошее, я его понимаю, что от меня требуется, вот. А так, да, у многих, которые здесь вот русские приезжают, у них настолько занижена самооценка, что предел мечтаний сесть на пособие, как бы, чтобы тебя не трогали, чтобы проходить где-то практику в каких-то таких местах, где поменьше надо говорить по-фински, побольше на русском языке, и многие, живя здесь уже десятилетиями, не могут выучить финский. Да, он мне тоже тяжело дается, я не верю, что за полгода можно выучить язык, нельзя за полгода выучить язык, я считаю до такой степени, что ты можешь свободно общаться с финнами, ну никак, вот даже год, после года курсов, интенсивных курсов, я сдала Юйке тест, и он, я скажу, что он довольно был легкий для меня, потому что многие там говорили, ой, какой тяжелый, какой тяжелый, ну, нифига не тяжелый, самая тяжелая часть была понять, что тебе говорят в наушниках, и отметить правильно, вот это было, наверное, самое сложное, потому что говорили очень быстро, и как бы надо было быстро среагировать, но опять же, все критерии я прошла. И потом, когда я поступала еще на Ляхи Хуэта, у нас перед этим было еще тестирование, потому что у меня не было никакой бумажки о букетесте, у нас было еще после этого тестирование, вернее, до того, как поступать было тестирование, смогу ли я вообще учиться на финском языке, и тоже это тестирование я прошла, и, кстати, я хочу сказать, что нас было очень много, я пошла по набору дополнительному, нас было очень много, которых тестировали именно на финском языке, смогут ли они учиться, И потом уже, когда были вступительные экзамены, я процентов, наверное, 20 увидела только тех на вступительных экзаменах, которые прошли вот этот вот тест финского языка. То есть сможешь ли ты вообще учиться или нет. Но само поступление, вот этот тест именно на поступление на ляхиху, это такой был. У меня, кстати, это есть вступительные экзамены в финских университетах. По-моему, я там об этом рассказываю, это вообще кошмар полный. До сих пор я оттуда вышла с такими психами, я Виталий сразу сказала, все, я даже до собеседования не пойду. Меня трясло просто после этого теста. Он сказал, да ладно, сходи, посмотри, что там будет. Не поступила, не поступила. В общем, так, да. И, наверное, я возьму даже финское гражданство, потому что, ну, чтобы мне легче было потом найти работу все-таки. И я не чураюсь никакой работы. Если надо, я пойду работать в дом престарелых, чтобы набираться опыта. Если надо, поеду куда-нибудь севернее туда, потому что там рабочих мест намного больше, но у них намного больше нехватка там, потому что все хотят, стремятся сюда все-таки в столичный регион приехать. Мы с Виталией решили, что если там будет работа, что и туда поедем. Поедем, как бы вообще вот с этим не проблема у нас. Так что работы я не боюсь, никакой работы не боюсь. Я знаю, что я справлюсь. Я не так, что я прямо самоуверенная в себе на 100%, но я человек обучаемый, можно так сказать. Меня, кстати, некоторые тоже спрашивали, что была ли у меня когда-нибудь мысль приехать жить в Россию. Честно, нет, не было никогда такой мысли. Я в России никогда не была. Я не считаю классные поездки в Печорский монастырь пару раз в детстве, когда мне было там 10 лет. Я это не считаю. И, в принципе, я думаю, что я не смогу даже там жить, потому что Виталий работал в Москве полгода. Он сказал, что как турист – да, как жить – нет. Вот мы хотим в следующем году, возможно, в Питер съездить. Я знаю, что мне понравится. Все русские, все на русском. Я, честно говоря, даже представить не могу, что можно жить в такой стране, где тебе не надо запариваться, что есть еще какой-то другой язык, и тебя могут не понять. Для меня это вообще так чуждо. Я белой завистью, честно, завидую людям, которые живут в России и могут учиться на своем родном языке. Для них просто все дороги открыты. Вот честно завидую вам, друзья, белой завистью. И просто я другой жизни не знаю, я к этому привыкла, вот, живя в Эстонии. И я не чувствовала себя, себя там какой-то дискриминацией, я точно там никакой не чувствовала. В принципе, все нормально было всегда. Вот у нас в Тарту, во всяком случае, со мной. Не знаю, возможно, у других было по-другому. Но вот как-то так, потому что для меня нет разницы, что в Эстонии мне надо учить эстонский, либо в Финляндии мне надо учить финский, как государственный язык, если я хочу быть конкурентоспособной. Вот и все. То есть ничего в этом страшного нет. Вот так вот. Ну что, друзья, немножко вот такое вот видео о русских из Эстонии, Финляндии. Буду ждать я и мячу дальше. Почитаю книжку немножко, поковыряюсь в телефоне. Спасибо вам за то, что смотрите нас, за то, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Всем до встречи, друзья. Надеюсь, что это видео было вам интересным. Увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!